С понижением температуры к зиме начали готовить саратовские фонтаны. Незаменимый атрибут городского ландшафта. Этим летом они фонтанировали не только водой, но и курьезами, шутками и даже служили объектом преступления. О роли фонтанов в нашей жизни в репортаже Юлии Шишкиной. Фонтан без воды в начале октября верная примета. Изнуряющей жары больше не будет. Саратовские фонтаны закончили сезон 2015 и уходят в спячку. Им предстоит подвергнуться консервации. С фонтана-одуванчик у цирка сотрудники водоканала снимают распылители воды. Всего 264 насадки из нержавеющей стали. Их промоют, почистят и сохранят до весны. Точно такую же процедуру на одуванчике проделывают лишь в одном случае, когда в трубке набивается тополиный пух. На зимний режим переводят и подземную часть. В помещении под чашей фонтана находятся электродвигатели и насосы. Оборудование 80-х годов неплохо бы обновить, говорят обслуживающие одуванчик машинисты. Но пока таких планов у водоканала нет. Рабочее состояние моторов будут сохранять как можно дольше. Насосные агрегаты снимаются и вывозятся в мастерские на консервацию, где они и хранятся до весны. Где производится их осмотр при необходимости замены подшипников. Последним пуском воды прочищают трубки уже без распылителей. Потом займутся чашей фонтана, соберут мусор, почистят, так и оставят. По такой же схеме законсервируют на зиму все принадлежащие водоканалу фонтаны. Кроме одуванчика, это мелодия у консерватории, каскад на Октябрьской и новый фонтан в Кировском районе. Вся четверка отработала без сбоев. Иногда к устройству фонтанов проявляют интерес и простые горожане. С этой конструкцией у ДК Рубин 15-летний школьник свинтил более 100 металлических насадок. Это зафиксировала камера видеонаблюдения. Родителей злоумышленника оштрафовали на 3000 рублей. В этом году жизнь вокруг саратовских фонтанов, что называется, била ключом. Они то вмешивались в ход истории, в день ВДВ городские источники отключили, чтобы не провоцировать на подвиги разгоряченных десантников. То вдохновляли горожан на шалости и казусы. В июне в Волжском районе устроили флешмоб купания красного ковра. В фонтане Каскад чистоплотные горожане постирали половики и тут же вывесили сушиться. Ковры висели вот здесь вот. Кто-то вынул их, помочил, и они висели здесь вот. Хозяев ковров потом так и не нашли. Но теперь это и не важно. За территорией есть кому приглядеть. Возле фонтана Каскад этим летом открыли новый памятник. В металле увековечили саратовского полицейского Василия Гришина, который более ста лет назад на свои деньги провел в Саратов родниковую воду. Среди цивилизованных фонтанов замечен как минимум один дикий. В марте, проезжая по улице Вольска, очевидцы сняли бьющий из-под земли трехметровый столб воды. Результат коммунальной аварии. Окультуривать стихийный гейзер не стали. Водоканал предпочел поставить хмуты на порванную трубу. Саратовские фонтаны этим летом будили фантазию и будоражили воображение. Скульптуры в заводском районе вызвали у саратовцев самые неожиданные ассоциации. Одни увидели в них фигуры с острова Пасхи, вторые – трепонированные черепа, третий – символ однополой любви. Сами головы напоминают скульптуры древних, то ли ацетеков, то ли вот, ну не нашу. Потом создатели фонтана объяснили, что головы символизируют диалог, а текущая изо рта вода – это разговоры о родном городе. В следующем году в семействе саратовских фонтанов ожидается пополнение. На месте снесенных торговых рядов укрытого рынка в Аллеи Рос планируют построить светомузыкальный фонтан с декоративным прудом. Юлия Шишкина, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.